Я нахожусь в хуторе Старозолотовский, это Константиновский район, недалеко от Ростова-на-Дону. Этот хутор признан самым красивым хутором в мире, в том числе и в России. Ну, честно сказать, он входит в 100 самых красивых деревень в мире, но дело в том, что в этом списке хутор, он единственный. И я хочу вам показать, как можно оформить гостевой дом в подобных этнографических местах. То есть это, собственно говоря, этнографический музей Тихий Дон. Здесь, как вы видите, есть много локаций красивых. Здесь проводят экскурсии, здесь есть различные мастер-классы. Приобщение к истории, казачьим донским обычаям и так далее. Но я хотел обратить ваше внимание на гостевой дом и его оформление. Давайте зайдем в дом, посмотрим, что там внутри. На самом деле это практически музей. Каждый экспонат здесь, каждый предмет, это в большинстве своем не какой-то там новодел, а очень-таки вещь с истории. Этот гостевой дом предназначен для либо большой семьи, либо компании, либо какого-то мероприятия. Здесь может поместиться около 10 человек. Но и стоит он тоже немало. Получается, что такой дом за ночь обойдется 50 тысяч. Давайте вот с самого начала посмотрим на некоторые интересные детали. Вот прихожие у нас, да? Смотрите, вот интересненькие ключики, картиночки. Здесь вот даже вот зонтики. Лаванда. Здесь все в лаванде. Все это действующее. Пожалуйста, вот сабли. Можно одеть, пофотографироваться. Плёточка. Это кухонная зона. Обратите внимание, как все оформлено. Да, перина. Подушечки. Вот как бы жизнь в музее. Жизнь в музее. Мы переночевали ночь в этом домике. И как бы вот вспомнился фильм «Ночь в музее», что очень необычно и очень интересно. Вот такая кухонька. Кухней мы не пользовались. Пожалуйста, вот атрибуты, да? Выходим в зальную комнату. Дрова. Они просто так стоят. Дрова. Я вам потом покажу, для чего они. Вот так вот тут всё оформлено. Посмотрите. Подушечки. Вот это графический музей под открытым небом. Тихий дом. И гостевой дом. В нём мы сейчас и ходим. Вот, пожалуйста, печь. Печь. На этой печке сегодня даже два блогера спали. Пожалуйста, вот так это выглядит. Ещё внимание обращу на интересный момент. Посмотрите. Это изразцы на печке. Семиракорская керамика. Всё сделано руками. Разрисовано. Обожжено. Вылеплена. Вот такая семиракорская керамика. Вот печка. Она действующая. В принципе, можно тут развести огонь. Вот. Экспонатики. Можно трогать. Трогательный музей, как называют здесь сотрудники. Тихого Дона. Это место. Красный уголок, как на Дону положено. Лампадка. Свечки. А вот, посмотрите, интересная коробочка. Тоже обратил внимание. Думал, это что-то церковное. На самом деле, прочитайте надпись. Коробка из-под конфет и шоколада. Ренессанс, Санкт-Петербургская фабрика. Вот. Лишний раз доказывает, что весь антураж здесь не муляж, а предметы с историей. Чайничек, заварничек. Вот. Это вот, собственно, гостевой дом, который снимается, в котором живут туристы, отдыхающие. И это всё в вашем распоряжении. Давайте посмотрим, что там. Мы даже не заглядывали. Посуда. Вот, допустим, вот этот вот сервант. Это тоже не новодел. Это тоже мебель с историей. Чайничек. Вот так вот спрятан оригинально современный предмет интерьера. Это телевизор. Ну, здесь его спрятали, чтобы просто не выделялся среди общего антуража. Вот тут интересная стенка. Кинжальчики. Сабли. Папахи. Одежда. Наряжались. Фотографировались. Всё можно трогать. Очень интересно. Сапоги. То есть, ещё раз говорю, что это как бы вы снимаете дом, гостиницу, да, гостиный номер, но уже обладающий с полным погружением. То есть, здесь вот и лампы, и полы. Посмотрите, обратите внимание, полы. Никакой не паркет, не ламинат. Всё старается вас вовлечь в эту эпоху и проникнуться всем этим. Посмотрите, вот двери. Всё тоже так старались сделать оригинально. Вот комната, допустим. Да, вот тут местный житель. Спит. Эй. Привет. Вот такие вот атрибутики. Пожалуйста, комодики. Нет, где-то здесь должно быть... Да, что-то лежит. Мебель такая тоже. Всё под стиль. Интересная. Вот лежит, что это у нас. Печать. Печать Донского казачества, пожалуйста. Ванная комната. Смотрите, тут оригинальная такая вот раковина. Ну, понятно, что удовольствие не из дешёвых, поэтому здесь ничего одноразового нет. Пожалуйста, наборы для бритья. Щётка. Небная паста. Мыло. Вот так вот всё оригинально. Лаванда. Фонарики. Тут тоже для соответствующего настроения. Душ. В душевой. Тоже, видите, как бы одноразовое уже ни к чему. Здесь можно поставить нормальные предметы гигиены. Халатики даже есть. Я и не заметил. Пожалуйста, вот так вот. Это вот одна из комнат. Одна из комнат. Давайте зайдём во вторую. Печка, где мы были. Вот так вот. Ещё одна комната. Получается, здесь вот в той комнате мы были. Вот ещё одна комната. И всё. И спальные места тут, и на печке. Спальных мест больше нет. То есть, ну, как бы несколько семей уже тяжело будет уложить здесь. Несколько семей тяжело. Ну, для одной семьи. Для одной семьи хорошо. Тоже такая же. Тоже такая же вторая комната. Вторая комната такая же. Но есть ещё одна туалетно-ванная комната. Как бы из общего зала. Наверное, для тех, кто вот спит в таком вот. В общем зале. А это что у нас? Это, скорее всего, выход на улицу. Это выход на улицу. На терраску. Здесь мы начинали запись. Современные средства тоже есть. Ну, это вот такая. Чуть побольше ванная комнатка. Тоже с ретинальной раковиной. Пожалуйста, стиральная машинка вам. Душевая. Вот так вот интересно. Знаете, как клевенько сделано. Здесь даже вот скамеечка есть. Такое ощущение. Так жарко. Полы тёплые. Так жарко, что как парная. Похоже на парную. Что, в принципе, может и быть. Потому что вот интересно. Такое зеркало. Может здесь и попариться можно. Так. Ну, вот, собственно говоря. Вот такой гостевой дом, который практически музей. Который практически музей. Там ещё есть верандочка. Вот там можно посидеть на верандочке. Посмотрите. С гостями. Летом. Летом. Необычно. Есть несколько подобных мест. Подрезанию. Как там называется этот гостиничный комплекс. В гостях у сказки. Что-то такое. Забываю всё время правильное его название. Ну, на Кудыкиной горе. В Липецкой области. Ну, вот ещё один. В Ростовской получается. Ещё раз напоминаю. Это приблизительно 120 километров от Ростова-на-Дону. Хутор Старозолотовский. Хутор Старозолотовский. Этнографический музей под открытым небом. Тихий дом. Здесь куча всяких мастер-классов. Экскурсии. Кулинарные. Этнографические. Исторические. И так далее. Вот. Было интересно здесь побыть. Переночевать. Имейте ввиду. Кому-то может пригодиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова